Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ильюза Шерифулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Итоги визита вице-председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Лаборатория Казанского университета запатентовала метод мониторинга заболеваемости COVID-19. 14 марта отмечается Международный день планетариев. Как мы помним, недавно состоялся визит заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, а также министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Визит прошел в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете. Сама идея данного визита была в том, что сегодня очень актуальным является вопрос создания карбоновых полигонов. Буквально в феврале министр науки и высшего образования Валерий Фальков издал приказ о создании семи таких полигонов в России. От Казанского университета поступило предложение создать восьмой полигон на территории Татарстана. Суть его стоит в том, чтобы исследовать эмиссию и поглощение парниковых газов. Не только углекислого газа, но и метана. Это связано с тем, что все знают, что сегодня идет потепление климата за счет того, что парниковых газов в атмосфере становится все больше и больше. А выделение парниковых газов связано с любым производством практически. С производством энергии, с добычей нефти и газа, с производством чугуна, даже выращиванием пшеницы. Все эти процессы, все эти действия приводят к увеличению выброса парниковых газов в атмосферу. С помощью спутника можно будет определить, сколько сегодня в атмосфере содержится углекислого газа на той или иной территории. На полигонах можно разрабатывать новые методики и выращивать растения, которые очень быстро поглощают углекислый газ. На самом деле очень много возможностей у этих полигонов. И эти полигоны будут создавать, вот эти разработанные методики будут использоваться на каких-то фермах, карбоновых фермах, где эти методики будут уже использоваться для того, чтобы в больших объемах поглощать углекислый газ. Вице-премьер высоко оценил подготовку специалистов в Казанском университете и поддержал идею создания восьмого карбонового полигона. Как сообщил Данис Нургалиев, к концу года должна быть достигнута определенность, как и где данный полигон будет работать. А также создан бизнес-проект и составлена смета. Елизавета Никитина, Диана Желенкова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. Лаборатория биоконтроль Казанского университета запатентовала метод экспресс-мониторинга уровня заболеваемости COVID-19. О перспективах использования разработки в борьбе с пандемией расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. 2 марта 2020 года в Москве обнаружили первых COVID-инфицированных. С этого дня в России начали вводить ограничения. Запрет на массовые мероприятия, въезд в страну, закрытие заведений общественного питания и сферы услуг. Однако вопрос о необходимости некоторых мер остается открытым. Следует ли соблюдать жесткие карантинные меры? В общем-то неизвестно. Не исключено, что в марте-апреле этого года, когда мы все сидели в карантинах, заболевших среди нас не было вообще, или было так мало, что они не представляли опасности, были все изолированы, не представляли опасности с точки зрения распространения эпидемии. Очевидным решением определения процента COVID-инфицированных кажется массовое тестирование населения. Однако это слишком дорогой и энергозатратный способ. Водная эпидемиология предлагает определять вирусные частицы путем анализа сточных вод, содержащих продукты жизнедеятельности человека. Способ оценки, предложенный лабораторией биоконтроль, оказался быстрее, проще и дешевле, чем у конкурентов, а также дает меньшую погрешность при содержании в водах коллекторов, чистящих средств и пищевых отходов. Наш метод все это учитывает и предлагает способы перерасчета для того, чтобы скорректировать полученные результаты на количество жителей, количество потребляемых хеми воды и так далее. Ошибка, если мы говорим о проценте зараженных, у нас в единицах процента. То есть мы, допустим, говорим, у нас болеет 12 плюс-минус 2 процента. Данная разработка уже была протестирована в полевых условиях. По словам заведующей лаборатории, с ее помощью можно узнать количество инфицированных в микрорайоне и сузить область поиска до конкретного здания. Мы бы хотели с помощью нашего метода собирать информацию со всех населенных пунктов и затем составлять интерактивные карты, которые бы показывали уровень зараженности. Мы предполагаем, что образцы можно анализировать в имеющихся лабораториях, которые занимаются медицинскими анализами от пациентов. И им это прибавит 2-3 анализа в день, что совсем немного, но с другой стороны информация может быть получена повсеместно. В настоящий момент лаборатория Казанского университета располагает всем необходимым оборудованием для мониторинга и создания интерактивных карт уровня зараженности населения. При поддержке администрации этот опыт удастся быстро внедрить в масштабах республики и страны. Ариадна Кугушева, Леонард Авлетеров, Универньюз. В воскресенье Казанский университет организует мероприятия для сотрудников и их семей. Традиционный праздник начала весны Масленица пройдет в обсерватории с 11 до часа дня. Посадка в автобусы проводится за полчаса до начала. Подробная информация доступна на странице правкома университета. 14 марта отмечается Международный день планетариев. Таково есть и у Казанского университета. О его деятельности и астрономическом богатстве вуза в сюжете нашего корреспондента. Первый камень астропарка был заложен 22 августа 2011 года. И почти через два года, 23 июня 2013, был открыт планетарий президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. Планетарий носит имя Алексея Леонова, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. Планетарий расположен на территории астрономической обсерватории имени Василия Энгельгарта, русского астронома и общественного деятеля. На самом деле он родился в Санкт-Петербурге, Василий Павлович. Он потом стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук. То есть в этом плане это удивительная вещь. Почему? Потому что у него образование было юридическое. Но он так улегся астрономией, что в итоге стал считаться профессиональным астрономом. Он очень дружил с Дмитрием Ивановичем Дубяга. И разумеется, все труды свои он как бы проводил здесь, через Казанский университет. И поэтому два основателя обсерватории это Энгельгард Василий Павлович и Дубяга Дмитрий Иванович. Еще при жизни Василий Энгельгард выразил желание быть похороненным в обсерватории, носящей его имя. Но умер он 6 мая 1915 года в Дрездене, Германской империи. Революция, Вторая мировая война. В силу этих обстоятельств желанию ученого было суждено сбыться лишь почти спустя 100 лет. В 2014 году усилиями ректора Казанского университета Ильша Тагафурова при участии первого президента Республики Тадарстан Ментимера Шаймиева состоялась процедура перезахоронения ученого. Все, что он тут нам подарил в свое время и что продвинуло астрономическую науку в Казанском университете тогда на самый высокий мировой уровень, но это было как раз сделано им. Стоит отметить, что помимо обсерватории имени Энгельгарта в составе Казанского университета есть и городская астрономическая обсерватория. Обе они включены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возглавил вот этот вот процесс Ментимер Шарипа Чаймиев. Это серьезный очень руководитель и я очень был рад, что так получилось. В итоге он и был в обсерватории у нас много раз, много раз участвовал во всех этих событиях, которые связаны с включением, с похороняем список ЮНЕСКО. Для меня это будет очень важным событием, что объекты астрономической обсерватории продолжат жить, несмотря ни на что, что дальше будет происходить. Возвращаясь к работе планетария Казанского университета, стоит отметить, что он единственный в России планетарий при высшем учебном заведении. Но на этом его особенности не заканчиваются. Слева находится обсерватория, где производятся все необходимые наблюдения. А вот с правой стороны расположен купол, куда транслируется проекция звездного неба, обеспечивающая посетителям полное погружение. Здесь возможно показывать очень такие вот, знаете, прямо реальные фильмы. То есть вы как будто проникаете в то действие, которое происходит в демонстрации вот этого фильма. У многих голова кружится от того, что там происходит. В программу посещения планетария также включены интерактивные экскурсии и знакомства с экспонатами. Наши экскурсоводы рассказывают о космонавтах, об их рекордах, катушке Тесла, много интересных, совершенно занимательных и познавательных вещей. Вы даже можете прикоснуться к настоящему метеориту, которому 4,5 миллиона лет. Погрузиться в мир астрономии может любой желающий. Сегодня планетарий принимает гостей ежедневно, кроме вторника. С расписанием экскурсий можно ознакомиться на официальном сайте планетария. На этом все. В студии была Ильза Шерифулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok